К другим темам. Меньше месяца остается до периода, когда нужно рассчитываться перед государством. До 1 декабря жители Тверской области должны уплатить земельные и транспортные налоги, а также имущественные на физических лиц и организации. О том, как оспорить завышенную кадастровую стоимость недвижимости, узнавала наш корреспондент. Сейчас жители Тверской области получают налоговые уведомления в виде заказного письма или в электронном виде. Напомним, что пользователям сервиса госуслуг письма счастья не приходят. Они увидят задолженность, которая возникает после 1 декабря. Однако с помощью пароля и логина от сервиса можно активировать личный кабинет налогоплательщика. И тогда извещения будут приходить и через госуслуги. Оплатить налоги можно любым удобным способом. Либо через сервис личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, либо в Сбербанке, либо через Почту России, то есть через любое финансовое учреждение. Конечно, платить налоги – обязанность всех российских граждан. Но размеры обязательных платежей постоянно растут. Так, для расчета стоимости земельного и имущественного налога применяется кадастровая стоимость объекта, которую определяет специальное бюджетное учреждение. Однако бывают случаи, когда за обычный сарай на периферии придется заплатить столько же, сколько и за квартиру в центре города. Из чего складывается кадастровая стоимость, нам рассказали в Тверском Росреестре. В рамках определения стоимости учитываются параметры объектов. Это, например, материал стен, этажность, обязательно площадь, разрешенное использование объектов. И в рамках этих параметров определяется его кадастровая стоимость. Если все-таки вам кажется, что кадастровая стоимость завышена, ее можно оспорить. Для этого необходимо направить заявление в специальную комиссию. Сделать это может любой человек или компания. Основанием может служить установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости. К заявлению прилагается отчет по определению рыночной стоимости спариваемого объекта. Данный отчет составляется на ту дату, на которую была определена его кадастровая стоимость. Также к отчету о рыночной стоимости он прикладывает свой документ, подтверждающий его право. Также прикладывается справка о величине кадастровой стоимости. После комиссии рассматривает заявление и принимает решение. Каких-либо дополнительных действий гражданину предпринимать не потребуется. Направляется соответствующее решение для внесения этих сведений в ЕГРН. И в рамках взаимодействия с Федеральной налоговой службой эти сведения также поступят в налоговый орган. К последующему человеку, уже правообладателю, заинтересованному лицу никаких действий дополнительных делать не нужно. Только за прошедшие 9 месяцев в комиссию по рассмотрению споров поступило 308 заявлений об определении кадастровой стоимости объекта. В результате рассмотрено 299 заявлений более чем по 800 объектам недвижимости. В итоге суммарная величина стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссии снизилась на 25%.